Девушки отдыхают 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 иностранным добровольцем в Украине, воевал на стороне Украины в составе правого сектора. Это озвучено на материалах дела. По факту, что имеется? Его задержали действительно в 2017 году. Почему? Я думаю, что тут можно говорить о сложностях, которые, в принципе, возникали у людей, которые возникают сейчас, можем говорить, у людей, которые являются наземными добровольцами. Мы знаем, что сейчас находится много людей, которые до сих пор не могут не получить статус никакой, не получить убежище, потому что им отказывают. Это сегодняшний день, когда дело Дениса уже перед глазами. Людям говорят, что им не угрожает в стране возвращения ничего, никакая опасность. В материалах дела имеется что? Имеется флешка, которая была при Денисе, когда он переходил границу. И какая-то информация там не стылася? Да. Чуть не бы то не стылася. Ну, не бы то не стылася, да. К сожалению. Ну, собственно, все, что там есть, там не очень много информации. Там фотографии Дениса с оружием. И фотографии, скажем так, на которых родители Дениса его опознали. Мы выкладывали эти фотографии. Есть видео из учебного центра, якобы из учебного центра в Днепропетровске, правого сектора. И, соответственно, есть основное доказательство обвинения. Там есть копия справки, выданной в 2015 году Денису правым сектором. Ну, или, по крайней мере, как бы с печатями правого сектора, о том, что он принимал участие в боевых действиях. После 2015. Ну, эти доказательства, то, что есть в суде. То есть, соответственно, они, как бы, их уже озвучили. В любом случае, что бы ни было, после 2015 года никакой информации об этом нет. То есть, статья, которая инкриминируется Денису, это участие в запрещенной организации на территории России. То есть, это классическая история про то, как российский суд берет на себя полномочия по вынесению решений относительно всего мира. То есть, никакие эпизоды. То есть, таких подействий, которые происходят вообще не на территории России. Да, то есть, это много других эпизодов мы можем назвать аналогичных. Но в случае Дениса никаких эпизодов на территории России ему не инкриминируется. Да, в любом случае, даже если, допустим, он состоял в правом секторе, в любом случае, после 2015 года он мог из него выйти. Ну, и, собственно, мы, кто узнали Дениса, мы знаем, что, по крайней мере, долгое время, в последние годы, он уже проживал в Киеве, скажем так. Что еще в показателях? Свитки есть тоже, очень интересные. В лапках свитки с виноватом. Да, да, да. Там главный, это секретный свидетель, в принципе, мы предполагаем по открытым источникам, кто это на самом деле. Ну, это не так, не будем. Да, это не столь существенно, да. В любом случае, интересно, что он якобы видел Дениса в Лисичанске два года назад, да, с момента допроса. А при этом, по пятой батальон, в котором якобы, ну, состоял Денис, он в это время находился вообще в другом месте. Вот. И покинул зону АТО, соответственно. Ну, секретные свидетельства, мы знаем, это очень популярный тренд ныне в России. Нещодавно мы рассказали про справу Александра Шумкова, где так же свидетельства, извинувачения, все таемные. И мы даже не можем уявить, что они вообще существуют. Да. Или реальны это люди. Я думаю, что дело Александра Шумкова обязано своим возникновением в значительной степени дело Дениса Бахулдина, конечно. Потому что его задержали позднее дело, его велите же следователи. Ну, по факту, оба свидетеля, которые есть в деле Дениса, ну, и, естественно, в деле Александра тоже, они находились под давлением, потому что секретный свидетель, личность которого, мы предполагаем, что нам известно, он находится в колонии, а второй свидетель, который, собственно, воевал в ДНР на стороне ополчения, он на тот момент также отбывал наказание за какое-то небольшое уголовное преступление. В России. В России, да. То есть, фактически оба они находились в зависимости от органов следствия. Ну, поскольку это запрещено процессуальным кодексом, да, то, естественно, свидетели это отрицали в ходе допроса. Ну, вот, в основном, вот так. И свідчили вони про те, что, небыто, бачили Дениса, так, в зоне проведения атома? Секретный свидетель, да. Секретный свидетель говорил, что он видел, да, Дениса в Подлесичанском, выполняющем боевое задание, якобы. Ну, это, вот. И ополченец просто говорил о том, что из показаний пленных украинцев ему стало известно, что в Днепропетровской области находился лагерь правого сектора, из которого вроде как взяты эти кадры. То есть там ничего существенного он не показал. Какая официальная позиция Дениса и его адвоката? Ну, официальная позиция адвоката состоит в том, что, собственно, эти доказательства не являются наложными, да. Я уже не помню, как это будет по-русски, да. Потому что они это, собственно, просто как бы фотокопии, да, непонятно, откуда взявшиеся. Ну, и плюс, соответственно, у нас есть куча свидетелей, которые говорят, что, скажем так, значительную часть времени Денис занимался совершенно другими вещами, да. И он, в частности, вынужден был бежать из России, потому что ему угрожала, собственно, та же статья, что и Ильдару Дадину, за которой, собственно, Ильдар сидел. Тоже мы видели на этих кадрах. Ну, за его активное участие в процессной деятельности он много раз привлекался к административной ответственности, и это должно было уже перейти. Але потом Ильдару было вырок скасовано? Да, да-да-да, благодаря... Но это, ну, мы помним, что Ильдар отсидел два года, его пытали, и все это было. Да, было и Жахлеве дворога, и так. Да, поэтому... Вот. Поэтому сейчас вот будет 24-го, последнее, судя по всему, судебное заседание. В защите Дениса принимают участие Святана Сидоркина с самого начала адвокат Кольченко и Илья Новиков вошел в дело на стадии уже судебного процесса. Это уже третья попытка начать судебный процесс. Ну, посмотрим. Потому что, конечно, Московский суд не хотел рассматривать это дело, потому что даже Московский суд по ним, в принципе, понятно, что ему не хотелось иметь дело с этими обвинениями, но пришлось, потому что человек сидит, сидит два года и делать с ним что-то надо. Правозахисный центр «Мемориал» вызнав Дениса политичным ясным? Да, да, с самого начала, потому что, конечно, очевидно, что никакие... Да, политичные мотивы очевидны, да, никакие убийства, там, я не знаю, никакие насильственные действия, ничего Дениса не инкримінируется, инкримінируется действительно участие в... Организация, которая запрещена в России, да, но участие в ней в Украине, ну, так вот. И вы, до речи, писали на своей странице на Фейсбук те, что, скорее всего, уже можно прогнозировать так, что до конца этого года может быть вырок. Какой термин наразе загрожает Денису? Ну, санкция статьи предусматривает до шести лет, данной статьи. Шумково, как мы понимаем, до шести лет, да. Сейчас в России приняли аналог закона Савченко, то есть день в СИЗО зачитывается за полтора, на статью Дениса это распространяется, в отличие от ряда других статей. То есть там будет некоторое, в любом случае, сокращение, но не существует. Но все равно, так, если это специфирована справа, то будь-який вырок тут не есть справедливым. И политическое дело, да. И этот день заседания 24 грудня, так? И, соответственно, тут уже можно ожидать, что все пройде уже до финальной стадии, так? Да, то есть ожидается, что это уже будет финальная стадия премии, прокурор запросит срок, и дальше будет уже выступить сторона обвинений и сторона защиты. Дениса не будет говорить последнее слово, собственно, позиция Дениса состоит в том, что он игнорирует суд, он молчит, не отвечает на вопросы суда, в принципе, на тех судебных заседаниях, на которых я была в Брянской области. Это очень сильно бесило судей, очень сильно их злило, но... Но это его позиция и его право. Вы будете организовывать цего тижня так акцию на поддержку Дениса. Розкажите, будь ласка, про нею, где она будет происходить, и в какой форме украинское суспільство может выразить свою поддержку? Ну, на самом деле, наверное, главная поддержка, которую... Может Денис получить со стороны Украины, это действительно, если ему будут писать. Конечно, Денис, когда получал письма от своих друзей, которых он приобрел здесь, ему было это очень приятно. Мы будем проводить акцию, да, перед, как всегда, перед российским посольством завтра в час. Ну, мы собираемся символически, скажем так, огородить российское посольство, да, чтобы российский суд прекратил распространять свою юрисдикцию на те дела, которые его не касаются. Да, конечно, давление усиливается. Сейчас громкие дела мои друзья пытаются привлечь максимум внимания, к делам сети, так называемым, делам нового величия, да, то есть это дела, где даже фактически не было дела, да, то есть это внедренные провокаторы, да, провокаторы ФСБ, которые организовывают вокруг себя группу молодежи, и пишут им устав, да, это дело нового величия, и дальше как бы сдают это все, сдают это органам, и на основе этого люди садятся, молодые люди садятся под... за СИЗО, за создание террористических... Вот пока сейчас в новом величии вот та же самая статья, что у Дениса, экстремистской организации, но они хотели перевести это в статью терроризма, которая уже, это существенно там до 10 лет и так далее. При этом это действительно дела, созданные полностью провокаторами ФСБ. Дело Сети, это дело по всем регионам России, там задерживали молодых оппозиционеров, и под пытками, под жесточайшими, да, выбивали в них признание. Это, к сожалению, эти дела продолжаются, эти дела продолжаются, сейчас уже на уровень... Вот Путин недавно высказался по этому поводу, что да, эти дети действительно готовили террористическую организацию, неужели вы хотите, как в Париже, создатель организации правозащитной Лев Пономарев сейчас продолжает сидеть там под административным арестом, да, и его организацию, собственно, пришли проверять, и, возможно, ее будут закрывать в очередной раз пытаться. Ну, то есть пока, конечно, ситуация ухудшается. Трошки про ситуацию вы нам разговаривали, и что до Дениса, наразе можно долучаться, например, до акции поддержки, и вы згадали про то, что можно писать листи, звестно. Давайте нагадаемо про основные правила, которые варто памятать, тем, кто хочет написать лист, або Денису Бахолдину, або украинским политическим вязням, так, потому что тут есть определенные особенности. Да, всем им можно написать на сайте расузник.org, например. Лучше писать по-русски, не обязательно ваше письмо не пропустят, но просто больше гарантий, что оно дойдет. Следует помнить, что все письма читает цензура. Это не значит, что нельзя писать про Украину, про Украину можно писать, но, например, вот я цитировала последнее слово Шумкова, его не пропустили. Ну, то есть все-таки нужно лучше все же больше про битв, ну, или про какие-то общие известные вещи. Виразить свою поддержку, так не вдаючись при этом до анализу политической ситуации и политических лидеров. Да, ну, опять-таки, если вы не проходите по одному делу с этим человеком, вряд ли вы сможете как-то ему навредить, но просто, может быть, ваше письмо не пропустят. Ну, опять же, так уж опасаться этого не нужно. Про дело Сенцова, про конфликт с Украиной, в принципе, всем известно, и в большинстве случаев, как бы Сенцова эти вещи пропускают. И, до речи, повертаючися до справы, например, Олександра Шумкова, мы помним, что он говорил про тиск и психологичный, который делается на него, пока он перебывает в следственном изоляторе, так, потому что это особая квалификация справ, так бы мовите. Чи делается тиск на Дениса, что вам известно? Да, да, да. По определению, все эти политические дела, там, они уже проходят с пометкой, там, склонинг к побегу и так далее. То есть, поэтому Денис, конечно, жаловался в различных СИЗО на давление разными способами, аналогично с Шумковым, там, включили радио, все такое, у него были, как и у Шумкова, личные конфликты, по крайней мере, поначалу с людьми, которые, скажем так, слишком активно занимали другую позицию. И поэтому, когда он сидел в том же Брянском СИЗО, его там переводили в малые камеры, насколько я знаю, там с Шумковым та же самая ситуация. Сейчас, по-моему, у Дениса вроде бы, он, по крайней мере, на это не жалуются. Я так понимаю, что они в матроске сидят в большой камере. И, в принципе, матросская тишина, да, где находятся в больнице сейчас до 3 моряка. Украинские моряки. Да, ну, вроде говорит, ничего, для разнообразия даже есть место, где спать. Это в московских СИЗО это уже плюс, как мы вспомнимаем, умовы там жахливые, и особенно, если это за умов психологичного или физического тиска, то витримать это нужно быть очень мощной человеком. Спасибо вам. Будем, конечно, выяснивать, как происходит, и каким образом закончится этот процесс. Олена Глушко, російська опозиционерка, подруга політичного вязня Дениса Бахолдіна была гостой нашей студии прямого эфиру программы «Важливо.Про». И далее мы будем говорить про музыку Баха. Пока что поднимемся виступ национального камерного ансамбля «Київские солисти».